Торжественное посвящение новых билингвистов стало настоящим праздником, главными участниками и авторами которого выступили ребята-восьмиклассники. Вместе со своими старшими коллегами по франкофонной секции они читали стихи, выступали с миниатюрами, национальными танцами и песнями. Мероприятие очень важное и ответственное. В этот день в присутствии своих родителей и педагогов ребята сделали важный шаг, приняли хартию билингвистов и стали полноправными участниками образовательного процесса. Ребята, вы долго шли к этому событию. Вы успешно сдали вступительные экзамены в билингвистическую секцию. Вы закончили хорошо, с высокими результатами первую четверть. Вы теперь настоящие билингвисты. И я поздравляю вас с этой и победой, и званием. Носите это звание с гордостью. Уже не один год средняя школа номер 15 верна франкофонным традициям, заложенным десятилетиями назад. Многое поменялось за это время, однако неизменным осталось главное – качество преподавания дисциплин, связанных с иностранным языком. За 10 лет существования билингвистической секции, работу которой курирует посольство Франции в Республике Беларусь, из стен учебного заведения вышло немало юношей и девушек, имеющих прочное знание по иностранному языку. Здесь проходит большое количество мероприятий и встреч с зарубежными гостями. Проводятся конкурсы и олимпиады. Программа обучения насыщенная и интересная, а потому скучать новоприбывшим восьмиклассникам точно не придется. Они уже ждут интересных франкофонных образовательных приключений. С самого начала захотела выбрать именно французский вместо английского, потому что он как-то выделяется своей благозвучностью. И так пошло, что у меня хорошо идут языки, и мне просто нравится его учить, все узнавать о нем новые. И я хотела побольше о нем узнать, поэтому пошла в билингвистическую секцию. В последнее время мне очень начало нравиться, развиваться в плане языков. Я начинаю учить какие-то другие языки, зная базу французского, и мне уже намного легче изучать, допустим, тот же немецкий или английский. Так потихонечку, по чуть-чуть везде продвигаюсь. По традиции, одним из главных моментов праздника стал ритуал прохождения педагогов и учащихся по знаменитой шляпой Мерлена, а также вручение значков билингвиста.